дело в том что ты должен понимать также что ты для бога незаменим не просто уникален даты уникален нет сомнений но ты именно незаменим и я подтверждю это библии библия говорит луки 15 главе у отца было два сына у него было два сына и один сказал папа дай мне денег я пойду в дальнюю дорогу он взял и ушел очень далеко и написано что он жил распутно я уверен что сейчас в эфир вошли люди которые были далеки от бога может быть ты не уходил знаете в таком прямом бунте или в каком-то прямом непослушание ты просто чувствуешь удаленность как сказал один известный христианский мыслитель так или иначе эмоционально мы переживаем времена бога оставленности я еще раз подчеркиваю именно эмоционально я знаю что обетование божье работает на все времена обетование гласит я не оставлю вас и не покину но мы чувствуем эмоционально что мы далеки от бога и я знаю что это такая проблема я хочу тебе сказать этот сын он расточил все имение все деньги отца живя распутно он делал не хорошие вещи неправедные вещи неправильные вещи но он пришел в себя дорогие люди сегодня время прийти в себя время пережить это личное пробуждение время пережить это личное откровение время когда нам нужно вспомнить что на небесах есть бог великий бог творец которого имя действительно нужно светить имя которого сотворила все всю вселенную и пришло время вернуться и этот молодой человек который жил распутно который дошел до самой нищеты дошел до свиней и дорожков которым питались свиньи он сказал встану и пойду к отцу моему люди нам нужно встать и пойти встать и пойти веры встать и пойти и нечто сказать нашему богу понимаешь в этих трех действиях встать пойти и сказать есть великая вера твоя может быть маленькая вера с горчичное зерно встать пойти и сказать и ты и и что дальше было дальше было очень крутое как бы говорим событие невероятное событие оказывается отец и ждал библия говорит что бог есть любовь первое качество любви любовь долго терпит если вы внимательно читаете писание похоже у вас других нет вариантов любовь долго терпит и отец ждет я хочу кому-то это сказать в любви и в утешении отец ждет и когда он был еще до далеко этот блудный сын растративший имени и оскорбивший отца своим неповиновением и непочтением отец бежал к нему я чувствую что божья любовь бежит сегодня к тебе снова и он обнял его и целовал его и знаете это молитва который приготовил этот блудный сын это молитва она как-то была уже такой нелепый он сказал я недостоин называться сыном твоим знаете я знаю эти времена когда ты недостоин ты чувствуешь себя недостойным ты не можешь назвать себя не пастором не служителем не ни кем ты недостоин он но любовь божия она превосходит всякое разумение это это чудесная глубочайшая евангельская притча показывает нам сердце и любовь отца он говорит пойдем у меня есть пир для тебя у меня есть я хочу накрыл стол дайте ему лучшую одежду дайте ему перси на руку и будем есть пить и веселиться и они позвали лучшего диджея и они начали веселиться тут 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 I like to move it move I like to move it move это моя интерпретация для так сказать прекрасно как сладкая речь прибавит к учению говорит Соломон Давидович друзья мои слава богу и я хочу сказать что ты незаменим послушай послушай если бы этого сына можно было заменить отец бы не ждал его он бы сделал бы себе других но дело в том что он был незаменим послушай если бы людей этого мира можно было заменить зачем Иисусу умирать зачем платить такую высокую цену за твое спасение за твое исцеление за твое воскресение в конечном итоге если тебя можно было заменить дорогой мой человек помни на основании Слово Божие на основании Евангелия ты незаменим Иисус умер за тебя как незаменимого сына и дочи и поэтому он хочет благословить исцелить и поднять себя и он хочет быть с тобою на небесах всю вечность пусть Бог благословит тебя прими исцеление как дитя и много очень поступает нам молитвенных вопросов и просьб от опухоли в груди чтобы дети появлялись в семьях болят шейные отделы матери ходатайствуют за мудрость и мир между сыновьями онкология и ее последствия за исцеление от рака и последствия лечения от рака молочной железы и за исцеление чувств чтобы я могла радоваться прошу вас молиться чтобы начальствующие дочери были расположены и дали ходатайство аллилуйя моей дочери прошу молиться за мою семью родственников чтобы они были спасены и освобождение от всякой зависимости за спасение и исцеление отца от цирроз печени исцеление от сильного выпадения волос за полное исцеление моего сына Ярослава он аутист в данный момент лежит в больнице с острым бронхитом и также мне нужна поддержка укрепление здоровья чтобы Господь дал мудрости и сил воспитание моего особенного ребенка мне очень тяжело чтобы Господь вернул моих детей исцелил их сердца у Аллы больные уши ей нужна помощь за исцеление от онкологии аллергии остеохондроз много-много вопросов по онкологии мигрень, депрессия, хроническая усталость кредиты, давление и спасение так много ловушек которые дьявол приготовил людям в которых он старается как пастор Илья говорил держать в плену куда он повлек этого блудного сына из притчи и каждый из нас совратился действительно где-то на свою дорогу где-то мы упустили тот путь веры которым говорит Иисус которым мы получаем доступ живой в присутствии Отца но Господь говорит что я здесь я все так же близок тебе каждому призывающему мое имя прибудьте во мне прибудьте во мне не отводите свой взгляд от меня потому что слово мое живо и действенно оно острее меча обоюдоострова и здесь мы соглашаемся в вере мы соглашаемся в вере и в молитве против всех духов злобы поднебесной против начальства властей против козней дьявольских и того проклятия того рукописания которое дьявол написал против народа и народа Божьего мы облекаемся в силу Иисуса Христа мы поклоняемся тебе Иисус мы почитаем тебя потому что ты здесь потому что дух твой святой твое священное присутствие сейчас в тех в тех помещениях где сейчас твой святой божий народ слушает эту молитву слушает этот марафон Господь мы благодарим тебя мы благодарим тебя потому что Писание говорит ты разрушил преграду ты разрушил преграду как пастор Дмитрий говорил ты бежишь навстречу блудному сыну тому который повернулся к тебе кто идет но еще даже не дошел к тебе ты сам побежал ему навстречу дух святой с ревом несся к людям на земле потому что он так заждался своих детей заждался того чтобы принести огонь на землю принести огонь и сжечь это рукописание сжечь эти болезни сжечь эти кредиты сжечь эту тугоухость депрессия немощь страх боль пастор Илья прошу тебя повести сейчас еще в молитве давайте мы сейчас помолимся дух святой здесь и его присутствие помазание здесь прямо сейчас дорогие друзья принимайте ко мне приходит слово знания вот в это время когда вот служители говорили молились что у кого-то опухоль в головном мозге и прямо сейчас она уходит во имя Иисуса Христа положите руку на это место также если у вас любые какие-то заболевания с головой неважно что это мигрень или там проблема с памятью с безумием каким-то неважно что у вас прямо сейчас божья сила она касается вас и во имя Иисуса дух рака онкологии убирайся вон во имя Иисуса Христа и прямо сейчас это опухоль она исчезла во имя Иисуса Христа возвращение памяти восстановление улучшение памяти прямо сейчас безумие сумасшествие ушло прямо сейчас мигрень прямо сейчас ушла кто-то получил полное исцеление от мигрени во имя Иисуса Христа также у кого фото это лично у меня правое ухо возможно у вас будет левое у вас проблема там после болезни вы оглохли прямо сейчас господь вас исцелил начинайте проверять прямо сейчас прямо сейчас смотрите вы получили полное восстановление исцеление во имя Иисуса Христа и также прошу обязательно пишите свидетельство это очень важно также для вас это важно также только что у кого-то звон в голове в ушах был это ушло прямо сейчас во имя Иисуса Христа у кого-то есть уплотнение в груди это ушло прямо сейчас начинайте проверять во имя Иисуса Христа будьте исцелены прямо сейчас также у кого-то конечности у вас плохо они сгибались может быть это артрит артроз не знаю что но прямо сейчас получите полное исцеление также последствия инсульта ушло прямо сейчас во имя Иисуса Христа будьте исцелены будьте исцелены прямо сейчас проверяйте во имя Иисуса Христа также у кого-то ноги болят прямо сейчас Господь исцелил вас Божий огонь вас наполнил во имя Иисуса Христа начинайте проверять прямо сейчас начинайте присаживаться Садитесь, вставайте Прямо сейчас вы исцелены Во имя Иисуса Христа Копчик исцелен прямо сейчас Во имя Иисуса У кого-то болит спина Хондроз, может быть сколиоз Прямо сейчас позвоночный столб Стал на место Он вытянулся Во имя Иисуса Будьте исцелены Боль ушла Хондроз ушел прямо сейчас Также грыжи ушли Во имя Иисуса Будьте исцелены Боль ушла прямо сейчас. Примите полное исцеление. Начинайте проверять прямо сейчас во имя Иисуса. Вы исцелились. Также сердце, кто-то получил исцеление сердца прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Будьте полностью исцелены. Новое сердце прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я еще получаю слово знание, мигрень. Еще у кого-то мигрень, головная боль, височная. Прямо сейчас это ушло во имя Иисуса Христа. У кого-то псориаз. Это ушло прямо сейчас во имя Иисуса. Чудо творения. Начинайте проверять. Смотрите, кожу и будьте исцелены во имя Иисуса. Высвобождая Божью силу. Огонь Духа Святого на вас. Помазание во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, дорогие друзья. Слава Богу. Аллилуйя. Как дети. Как дети принимаем. Как дети принимаем исцеление. Знаете, есть такой интеллектуальный грех, я это называю, рационализировать чудо Божие. Нам не нужно его рационализировать. Нам нужно его просто принять как дети. Я сам стою и принимаю, знаете, волны Духа Святого. Проходят такое, знаете, хорошее ощущение. И пусть Господь нам сегодня действительно поможет, Господь, умолиться как детям во имя Иисуса. Просто стать как детям. У меня есть песня. Как ребенок, как малое дитя. Бегу к тебе, Отец мой, я. Как ребенок, как малое дитя. Бегу к тебе, Отец мой. Коснись меня, Господь. Коснись меня. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому мы не думаем, какими алгоритмами это все случается. Это все случается именно чудом. Именно чудом. Как отцы церкви, или один одец церкви говорил, верую, ибо абсурдно. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что это чудо. Это сверхъестественно. Это метафизически. Это надфизически. Это просто чудо Божие. Давайте принимать эти Божьи чудеса, которые Бог щедро дает нам. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас.